Я понимаю, что мы используем термин элита в политологическом смысле, потому что элита это лучшие. Мне больше нравится термин элитка. Так вот, если брать нашу элитку, то мы сейчас хлебаем то, что пышным цветом расцвело во времена Ельцинщины, даже во времена поздней перестройки, когда началось охаивание советского и русского прошлого. Здесь не нужно заблуждаться. В одном из своих последних интервью про раб перестройки Александр Николаевич Яковлев я поймете, что я называю не из уважения, а потому что просто был еще один Яковлев, чтобы не путать с ними. Так вот, он сказал очень интересную фразу. Перестройкой, сказал он, мы ломали не только Советский Союз, но и тысячелетнюю модель развития России. Как его говорят, тоталитарную и так далее. То есть, это был такой заход на слом всей нашей модели развития. И вот то, что мы имели последние 25 лет в так называемом либеральном секторе, хотя, опять же, термин неверный совершенно, или что значит либеральный. Дело в том, что классический либерализм умер между 1910 и 1920 годами. То, что мы имеем сейчас, на самом деле, это не либерализм, это правильно называть как-то по-другому, либерастие, потому что это просто оправдание разграбления страны внешними и внутренними хищниками. Европейские либералы никогда не оправдывали разграбление страны. Более того, если мы посмотрим на русских либералов, там, середины 19 века, Кавелина, Чечерина, да они бы в гробу перевернулись, если бы узнали, что неких людей, которые аплодируют разграблению страны и насаждению чужими ценностями в нашей стране, их называют либералами, они просто в гробу бы перевернулись, потому что и Кавелин, и Чечерин были патриотами. Ни в коем случае не вот этими людьми, которые сегодня называют себя либералами. Так вот, мы хлебаем последствия поздней Горбачевщины и Ельцинщины, мы хлебаем также то, что у нас было первые 8-10 лет 21 века, оформился целый кластер интересов. Он не такой большой, но он влиятельный, он в медиа, и если смотреть на наши медиа, то создается впечатление, что, так сказать, у нас здесь просто филиал Госдепа иногда. Смотришь, например, передачи какие-то, и, скажем, по одну сторону стоят те, кого нас называют патриотами, а по другую те, кого называют либералами. Но эти либералы почему-то они выражают точку зрения Государственного департамента и тех организаций, западных фондов, которые их здесь кормят. Слава Богу, эти фонды начали отсюда потихонечку просить на выход. Вот МакАртура ушли сами, фонд продвижения демократии, его признали нежелательной организацией, я думаю, что это, так сказать, только первая ласточка, за ней пойдут еще с десяток. Это длительный процесс. Мы упустили сферу воспитания патриотического, а с учетом нынешней ситуации я бы говорил о необходимости военно-патриотического воспитания. Я имею в виду, естественно, не ура-патриотизм, а патриотическое воспитание как уважение своих ценностей, своей истории. В истории каждого народа есть темные стороны, светлые стороны, но я бы предпочел акцентировать светлые стороны, и это должно войти в систему образования. Например, в официальной доктрине образования Японии говорится о том, что главная задача японского образования – это воспитание патриотизма. Когда мой сын учился в американской школе, был периодом, я погран, тоже жил в Америке, писал книгу по методологии и социологии истории, и он ходил в американскую школу. И у них был такой предмет по истории, который назывался Glorious Republic – «Славная республика» – «История Соединенных Штатов». Там не было вообще ни одного темного пятна в американской истории. Все сплошной свет. Из этого учебника вы никогда не узнаете, что последний суд линча в Америке имел место в середине 30-х годов, что до середины 30-х годов негров линчевали со страшной силой, и они были абсолютно бесправны. Это сейчас в американских фильмах нам показывают про Вторую мировую войну. Въезжает танк, и на танке сидят черные и белые американцы. Черных и белых совместных частей американских не было во время Второй мировой войны. И хотя во время самой Второй мировой войны и отношение к черным американцам изменилось, но, например, в 20-е и 30-е годы в голливудских фильмах негр – это всегда был отрицательный персонаж. Когда началась война, изменилась ситуация. Негр в американских фильмах стал таким глуповато-хвостливым другом, но положительным персонажем, главного героя белого человека. Эта ситуация изменилась. Ну, а потом произошел уже сдвиг середины 60-х годов с фильмами с участием «Сиднея Пуатье», где к неграм стали относиться совершенно по-другому. Я, кстати, не понимаю, почему мы в России не должны пользоваться термином «негр», а должны вслед за американцами говорить «афроамериканец». Негры в обиде на белых в Америке за то, что те их эксплуатировали и называют неграми. Но мы-то не эксплуатировали негров. Что же нам пользоваться термином «афроамериканец»? Мы-то всегда относились к неграм как к равным. Вообще в русской традиции нет такого отношения к представителям других культур, национальностей, раз, сверху вниз. А вот у них есть и доходит до смешного. Например, есть замечательный детектив Агаты Кристи, «Десять маленьких негритян», который называется по-английски «Ten little niggers». Ну, теперь он так не называется. Называется он «И никого не осталось». Хотя «нигр» первоначально, в этом никакого не было оскорбительного смысла для американских негров. Там есть значительно хуже выражение, есть такой американский термин «пеканинни». Это как раз для маленьких негров, это какое-то мелкое грязное дерьмецо. Смысл это я еще очень мягко говорю. Вообще, в английском языке в Соединенных Штатах там очень много таких негативно уничижающих определений представителей других, кроме, так сказать, белой рас и национальностей, чего не было никогда в русском языке. И в этом отношении у нас намного более здоровое общество. Нас пытаются убедить в том, какое у нас нездоровое общество. Я прожил почти год в Америке, полгода во Франции. Я могу сказать, что наше общество намного здоровее, чем их общество. Другое дело, что там общество находится под очень жестким контролем, потому что политкорректность, которая на самом деле есть отрицание свободы слова, она заставляет человека лицемерить и не говорить то, что он хотел бы сказать. Причем в компаниях американцы говорят то, чего никогда не услышишь, так сказать, официально. Очень-очень жесткий контроль. И если говорить о тоталитаризме, то, пожалуй, одна из самых тоталитарных стран в истории, в мировой истории, это Соединенные Штаты последних 30 лет. Немного тоталитаризма нам сейчас бы не помешало. Нет, я думаю, что нам не тоталитаризм нужен. Нам нужен нормальный жесткий контроль и социальная дисциплина. Несколько лет назад я написал работу об опричнине и неоопричнине. Вообще, нужно сказать, что и опричнины, и Иван Грозный – это абсолютно оболганные феномены и личность русской истории. У нас, например, почему-то никогда не вспоминают, как Иван Грозный боролся с пьянством. Причем боролся всерьез, а не так, как Горбачев. И опричнина – это было крайнее средство решения тех проблем, которые назрели. Дело в том, что в середине XVI века в России сложилась ситуация, когда необходима была централизация. При этом за централизацию были абсолютно все, в том числе бояре. Бояре, русские бояре, никогда не были сторонниками сепаратизма, как западная знать. Объясняется это очень просто. Дело в том, что в Европе был принцип примагенитуры. То есть старший сын получает все, а остальные, так сказать, вот там Квентин Дорвард едет служить Людовику XI во Францию, потому что он ничего здесь не получит. И поэтому этим сохранялась земельная собственность. На Руси службы и власть были всегда важнее земельной собственности. Кроме того, у нас не было примагенитуры. То есть у нас все сыновья получали по куску земли. Если брать великих князей московских, то до Ивана Третьего включительно сыновья получали часть Москвы в управление. Что происходило в результате? В результате получалась странная ситуация, парадоксальная. Чем старше, древнее и знатнее род, тем меньше земли остается в руках отдельных его представителей, потому что земля дробится. И получалось, что вотчины представителей князей и бояр, они становятся все меньше и меньше и меньше. Например, у князей Боленских в середине XVI века на одного представителя семьи было 300 гектар. Это, в общем, очень немного на самом деле. И возникала ситуация, что если в этой ситуации представители старых родов зависели в большей степени не от вотчин, то есть то, что я получаю по наследству, а от поместья, то, что я получаю за службу, поместье мог дать только великий князь, а с 1547 года царь-государь. Значит, бояре были заинтересованы в том, что центральная власть сохранялась. Вопрос только в том, какая центральная власть? Какая это будет центральная власть? Это будет олигархическое самодержавие или единодержавие, самодержавие? И вот за это и шла борьба. С точки зрения внешнеполитической, хозяйственно-экономической, России, конечно, нужно было единодержавие. Это был абсолютный императив. Но все институты русской истории, оставшиеся от Ордынской эпохи, они защищали вот этот олигархический княже-боярский принцип. И никаких институтов, чтобы решить эту проблему, не было. И Иван Грозный, он создал свой властный гиперболоид, гиперболоид инженера Грозного, опричина. Что такое опричина? Чрезвычайная комиссия, которая надстраивается над институтами и за 7 лет их полностью подчиняет. Но произошла интересная вещь. Из столкновения опричного и олигархического принципов, снятием этого противоречия стало самодержавие. Поэтому русское самодержавие всегда, и русская власть всегда несла в себе и олигархическое начало, и вот эту чрезвычайку. Как только ситуация становилась сложной, на первый план выходила чрезвычайка. Даже отмена крепостного состояния в России с помощью редакционных комиссий, редакционная комиссия это была бархатная чрезвычайная комиссия. То есть чрезвычайный принцип, этот принцип чрезвычайки очень важен. У нас институты, это специфика русской власти, она не плохая, не хорошая, это специфика русской власти. У нас институты работают плохо, и когда возникает острая ситуация, на первый план выходят чрезвычайные органы. Они создаются временно, а потом они превращаются в государство. Например, чрезвычайная комиссия ЧК была создана во время революции, а в 1922 году она была переименована в ГПУ, Главное политическое управление, то есть она стала институтом. И все зависит от той ситуации, в которой оказалась страна. В русской истории было два очень серьезных поворотных пункта. Один, это середина 16 века, и второй, как это ни странно, не 1917 год, а 1929. Ситуация здесь вот какая. Русское сельское хозяйство всегда создавало очень небольшой по объему совокупный экономический продукт. Меньше, чем на Западе, меньше, чем на Востоке. В Центральной России урожайность была сам 3, сам 4. То есть я бросаю семечко в землю и получаю 3-4. И для сравнения, Англия и Норвегия, которые севернее нас, у них урожайность уже в 17 веке была сам 6, сам 7. Начиная с урожайности сам 5, начинает высвобождаться население из села, уходит в город, потому что те, кто остается в селе при такой урожайности, они могут накормить всех остальных. Так вот, у нас всегда был этот продукт очень-очень небольшим. То есть был производственный лимит. Это очень хорошо показал Милов, историки его школи, работы Милова «Великорусский пахарь». Эти очень исследования хорошо это показывают. И, кстати, проблема этого небольшого по объему экономического продукта, она создает еще одну очень важную проблему. Вот до середины 18 века, пока русская знать жила по потребностям традиционной России, традиционной Московии, все было нормально. Но как только после Петра, к середине 18 века, у нас выросло целое поколение дворян, которые жили не по потребностям русского хозяйства, они начали жить по потребностям европейского, позднефеодального, раннебуржуазного хозяйства. Там другая урожайность, там другая промышленность, там колониальная система формирующаяся, которая позволяет грабить мир. А у нас-то продукты все то же самое создаются. В результате, как только у нас появляются западоподобные господствующие группы, они начинают, выражаясь марксистским языком, чтобы жить по тому уровню потребностей, которые нравятся запада, они начинают отнимать у населения, выражаясь марксистским языком, не только прибавочный продукт, но и часть необходимого. То есть, начинается, кстати, за времена правления Екатерины, уровень эксплуатации как частновладельческих, то есть крепостных крестьян, так и государственных, вырос в 3-3,5 раза. В 19 веке это привело просто к катастрофическим последствиям. И наш замечательный, я полагаю, что это один из лучших в нашей истории публицистов, Михаил Осипович Меньшиков, в замечательной статье, 19 век, он описал очень трезво, трагическую ситуацию России конца 19 века. Он писал о том, что Россия ради поддержания уровня потребности небольшой кучки людей, которые хотят жить так, как европейская элита, она продает свое зерно, и наши крестьяне голодают, я имею в виду, то есть, голод 1892-1993 года, первый массовый голод в истории России. И вот эта ситуация, проблема, мы живем в евразийском неудобии, рискованной земледелии. Наша элита должна по одежке протягивать ножки. Она не может потреблять так, как западная элита. И поворотные пункты в нашей истории связаны вот с чем. Когда проедается наследие предыдущей системы, предыдущей эпохи, встает вопрос, за счет чего делать рывок в будущее? За счет чего? Раскурочивать верхушку или за счет низов? Ну, стопроцентного выбора никогда не бывает, но бывает преимущество. Мы грабим короля или мы возлагаем бремя на народонаселение наше. Так вот, в середине 16 века и в конце 20-х годов Россия столкнулась именно с такой ситуацией. К середине 60-х годов было проедено земельное наследие предыдущей эпохи. Не осталось земли, чтобы раздавать детям боярским в качестве поместей. А в конце 20-х годов было проедено наследие самодержавной России. Промышленность не работает, сельское хозяйство тоже уперлось в некий барьер. И возник вопрос, а как совершать рывок дальше? За счет чего? Иван Грозный и Иосиф Сталин сделали выбор национально ориентированный. Они нанесли удар по олигархии, Сталин по Ленинской гвардии, Иван Грозный по княже-боярскому комбайну. Естественно, досталось и населению тоже. Да, без этого никогда не бывает. Но в целом оба этих государя сделали национально ориентированный выбор. Поэтому либеральные элиты, будь то царская Россия или будь то Советский Союз, именно этих двух людей, Ивана Грозного и Иосифа Грозного, ненавидят. Вплоть до того, что на памятнике тысячелетия России Ивану Грозному не нашлось места. Там есть Петр Первый, который убил своего сына. Иван Грозный, который на самом деле своего сына не убивал, это доказали уже историки. Единственный источник это англичан Гарсей, который запустил эту сплетню, что Иван Грозный убил своего сына ударом после, когда вскрыли могилу Ивана. Никаких повреждений черепа у него не было, зато очень высокий уровень содержания ртути. Так же, как и у его отца. Их потихонечку подтравливали английские врачи, которые играли в свою игру. Так вот, средством решения вот этих двух проблем в 1929 году и в 1565 стало чрезвычайка. В одном случае царь создал опричную, в другом случае Сталин не создавал опричную, но он использовал опричный принцип. Он заставил институты функционировать на опричный манер. И опять вставит вопрос, рывок в будущее на основе, на какой основе? На основе, так сказать, взять за горло олигархов или еще раз возложить тяжелое бремя на население? Оба выбора очень опасных, потому что с населения взять уже практически нечего, и население может и ответить. А с другой стороны, конфликт с олигархами – это опасная штука. Кстати, и Сталину, и Ивану Грозному конфликт с олигархами дался очень-очень трудно. Когда 3 декабря 1564 года Иван Грозный отъехал в Александрову Слободу, он там сидел месяц, и он не знал, чем все закончится. Поэтому, когда 5 января 1565 года к нему явилась депутация представителей Боярской думы и Православной церкви, они царя не узнали. Царь облысел, согнулся. Это было мощнейшее нервное потрясение. Что касается Сталина, то он с 1929 по 1938 год ходил по лезвию ножа. Это сейчас мы знаем, что Сталин всех переиграл. Но Сталин играл со смертью, он прекрасно это знал. Что Сталин сделал после убийства Кирова? Он поменял у себя охрану. Он убрал людей Ягоды и заменил их терскими казаками. Терские казаки ненавидели людей Ягоды, потому что люди Ягоды были когда-то среди тех. Ягода относился к тому же клану, что и Свердлов, Каганович. И эти люди занимались расказачиванием. И Сталин заслонился казаками от людей Ягоды, потому что он понимал, откуда дует ветер. Против Сталина было несколько заговоров. Другое дело, что ему удалось проскочить. Но это ведь удалось проскочить, а могло и не удастся. То есть эти 8 лет борьбы с олигархией, они были очень и очень тяжелыми. Нужно сказать, что в конце жизни Сталин советской олигархии свою битву проиграл. Потому что его попытка отодвинуть партаппарат и перевести реальную власть в совет министров, а партаппарату оставить кадры, пропаганду, идеологию, она закончилась для него смертью. И Берия, который хотел сделать то же самое, он тоже 26 июня 1953 года был убит. То есть чрезвычайка, введение неоопричнины, штука очень опасная. И здесь для ее реализации нужна массовая поддержка. Кстати, очень интересно. Наша интеллигенция всегда не любила Ивана Грозного. А вот в народной памяти он остался царем со знаком плюс. В любом случае, Иван Грозный это один из величайших царей в нашей истории. Мне очень смешно, когда возносят Петра Первого, а Ивана Грозного, скажем, принижают. Петр Первый привел к тому, что он развалил, на момент его смерти экономика была развалена и приходила в себя 25 лет. Население страны сократилось на четверть. То есть, не значит, что все бы умирали. Народ разбежался. Победы морские и сухопутные в Северной войне, Гангутский бой, это не флот современного типа выиграл. Это грибной флот русский победил. Полтавская битва была бы невозможна без победы при Лесной. Сам Петр говорил, что победа под Лесной это матерь Полтавской победы. Победа под Лесной была одержана полками старого строя. То есть, Петр оказался неудачником. И тем не менее, Петр это герой, а Иван Грозный это связано с очень простой, на мой взгляд, вещью. Петр Первый был жесток. Он побивал и Меншикова, и Толстого, и других птенцов гнезда Петрова. Но он позволял им воровать. Он позволял олигархии воровать. Сталин и Иван Грозный олигархии воровать не позволяли. Отсюда отношение к ним. Я никогда не забуду о Черномырде, но в кабинете портрет Петра Первого. Очень символично. Вы знаете, есть некое уязвимое место, когда историки-эксперты начинают рассуждать на вопросы о власти. Здесь два момента. Во-первых, у них нет инсайдерской информации. Они не должны ее знать, потому что власть, реальная власть, это тайная власть. И эксперты судят по тому, что они видят на поверхности. Во-вторых, ум властителя, социальный ум и ум эксперта, это разные вещи совершенно. В романе Роберта Пен Уоррена «Вся королевская рать», одном из лучших политических романов 20 века, главный герой, губернатор Вилли Старк выступает перед толпой и кричит «дайте мне топор». И когда Джек Бёрден, его пресс-секретарь, говорит ему, а ты правда, если бы тебе дали топор, ты бы пошел громить этих олигархов наших, Вилли Старк говорит, честно говоря, не знаю. Потому что политики живут в своем мире. Причем не только в своем мире внутри страны, но и вне. Они вписаны в мировые отношения, мировых лидеров, о которых мы не знаем. И можем только догадываться, о чем-то вообще никогда не узнаем. Мы можем что-то только вычислять. Поэтому, когда я буду, как одна наша известная либеральная дама, которая теперь отвалила за рубеж, она в начале 90-х годов в одном из американских университетов, с наигрышем провинциальной актрисы, говорила, но ведь Ельцин нас не слушает. И я подумал, да, если бы тебя, дуру Ельцин, слушал, то Россия бы сейчас вообще завалилась. Поэтому есть некий предел в рассуждениях экспертов о том, что должны делать конкретно те или иные властители. Но это одна сторона дела. Это сторона такая фактографическая. Но есть тенденция. Ален Далес, шеф ЦРУ, говорил, человека можно запутать легко на уровне фактов. Но если он понимает тенденции, то его уже не обманешь. Вот эксперты должны быть сильны тем, что они анализируют тенденции. Вот это как раз слабость властителей. Они очень часто тенденции не улавливают, потому что они должны вот эту вот кучу дерьма вот сейчас разгрести. Вдобавок ко всему, они завязаны на власть. Вот кресло, которое под ним, и он должен остаться в этом кресле, чтобы его не выбросили. И поэтому очень часто сиюминутные, так сказать, доминируют над какими-то другими вещами. Так вот, если говорить о тенденциях, Одно из главных противоречий нашей нынешней ситуации заключается в том, что наша внешняя политика начинает приобретать державный характер, а наша внутренняя политика осталась такой, какой она бывает у колониальных сырьевых придатков. Вообще, это то противоречие, которое привело к гибели царскую Россию. Царская Россия после Крымской войны стала превращаться в периферию мировой экономической системы. Это специализация на вывозе зерна, нефти. Вообще, у нас почему-то забывают, что в конце 19-го, начале 20-го века половина мировой нефти, это была бакинская нефть, бакинская нефть наша была, туда зашли сначала Ротшильды, потом, как хитрые люди, они поняли, что здесь пахнет керосином и продали все Нобелем, но остались в доле. А Рокфеллеры делали все, чтобы сбить позицию Ротшильдов. И очень интересно, что забастовки бакинских рабочих против Ротшильдов-Нобелей проплачивали Рокфеллеры. То есть, первое столкновение этих двух кластеров – это наш Баку, тогдашний наш Баку. Так вот, в чем было противоречие царской России? Она оставалась формально великой державой, одной из пяти великих европейских держав, а в экономическом плане она все больше и больше превращалась в сырьевой придаток Запада. И в начале XX века возник вопрос – либо Россия подтягивает экономику под великодержавный статус, для этого нужно было провести хотя бы национализацию военно-промышленного комплекса, на что Николай II не пошел, либо тогда превращаться в сырьевой придаток, распад страны. Собственно, так сначала и получалось, после февральского переворота. Это большевики потом вытащили страну, точнее, не большевики-интернационалисты, типа Ленина Троцкого, а большевики-имперцы во главе со Сталином и теми людьми из развед- и контрразведуправления Генерального штаба Российской империи, которые исходно работали со Сталином и с Дзержинским. Так вот, сейчас мы имеем тоже противоречие. У нас в 90-е годы нефтяная специализация наша нарастала. В 90-е годы у нас было 18-20% нефть давала нашего бюджета, сейчас нам дают почти 50%. То есть, в экономическом плане мы, как называют, великая сырьевая держава, это, так сказать, на самом деле хорошая мина при плохой игре. Не бывает великих сырьевых держав. Мы великая держава, потому что у нас есть еще ядерное оружие, до сих пор мы можем нанести Соединенным Штатам неприемлемый для них ущерб. И вот это держит нас в великой державе. То есть, мы великая держава в военном плане, в плане ядерном. Великих сырьевых держав, повторю, не бывает. Так вот, либо мы подтягиваем нашу внутреннюю политику под внешнюю и решаем проблему, либо Россия через 2-3 года столкнется с ситуацией, когда она не сможет отстоять свою субъектность и свой суверенитет. Я в одной из своих работ выделил две группы в правящем слое России. Приказчики и контролеры. Приказчики – это наследие Ельцинщины, это те люди, которые готовы сдать транснациональным корпорациям, как они говорят, международному сообществу. То есть, транснациональным корпорациям, которые, как Мадлен Олбридт, говорят, смотрите, как это, вот русских столько, такая численность, там, 1% мирового населения, а они контролируют такую огромную территорию. Давайте у них заберем. Значит, причем приказчики не понимают, что если сюда придут транснациональные корпорации, то этих приказчиков отсюда вышибут в два счета. Здесь будут другие люди совсем. Я никогда не забыл, как про одного из наших либеральных деятелей, немецкая газета, как о своем соплеменнике, написала, что таких в Германии не взяли даже бухгалтерам бы на маловаренную фабрику. Вот. Это приказчики. Значит, то есть, сдаем неолиберальный курс в экономике и сдаем страну транснациональным корпорациям. Разворачиваемся лицом к западу. И контролеры. Контролеры – это люди, которые не хотят сдавать страну транснациональным корпорациям. Они живут по принципу «медведь своей тайги не отдаст», это нужно всячески поддерживать. Но они тоже выросли из ельцинской шинели, и они тоже сторонники неолиберального курса. И здесь есть противоречие. Если ты вступаешь в конфликт с мировой верхушкой, или с ее частью, по крайней мере, если ты хочешь вернуть России субъектность, если ты, так сказать, против приказчиков, ты должен опираться на население. Но как ты можешь опираться на население, если твои реформы разрушают здравоохранение, образование, экономику, жилищно-коммунальное хозяйство? Наоборот, ты создаешь социальный динамит, а приказчики и хозяева, они и ждут этого. Они и ждут этого, потирая руки, как мальчиш-плохиш. Это я, мальчиш-плохиш, все сделал, то-то сейчас ржахнет. Вот это противоречие должно быть разрешено. И времени на разрешение этого противоречия остается очень и очень немного. Я прекрасно понимаю ситуацию контролеров, у них нет институтов для того, чтобы решить эти проблемы, потому что все институты заложены ельцинщиной. Поэтому здесь необходима новая чрезвычайка. Это не значит, что нужно ездить, должны ездить люди с собачьей головой и метлой. Достаточно вполне политика правовых форм. Ясно, что это очень такой волевой шаг, он требует воли, мужества, но альтернативы нет. Иногда бывают ситуации, когда наименее рискованное поведение – это риск. Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Вы знаете, мне эта фраза представляется неверной и отчасти даже пошлой. Это историки не знают сослагательного наклонения, а вот история-то его знает. Если предположить, что у истории нет сослагательного наклонения, то тогда нужно признать, что весь исторический процесс сверхдетерминирован, нет случайностей, и у истории только одна магистральная дорога. На самом деле у истории всегда несколько вариантов развития, И часто очень выбор происходит в столкновении воли, субъектов. У нас, к сожалению, такой очень системный взгляд на историю. История, как будто это только структура и система. Нет. В истории большую роль играет исторический субъект. То есть, начиная от неких групп государства и заканчивая отдельными людьми. И когда система находится в точке бифуркации, здесь воля небольшой группы людей, по крайней мере в краткосрочной перспективе, может оказаться сильнее целого ряда исторических закономерностей. Потому что в этой точке бифуркации закономерности и случайность как бы уравниваются. И это проявилось, кстати, на рубеже 80-х, 90-х годов, когда, скажем, нефтяники ставили республиканцы на один вариант развития Советского Союза и постсоветской системы. А вот демократ и финансовый капитал ставил на другой. И когда Буш-старший проиграл Клинтону, победил тот вариант, который мы знаем у нас в стране, как под названием Ельцинщина. Если бы, скажем, власть остался Буш-старший, здесь, по-видимому, было бы несколько все иначе. И не было бы таких фигур, как Черномырдин, например, Ельцин был, возможно, другим. Но хочешь мира, готовься к войне. Нужно быть готовым отразить супостата.